hello оля привет привет друзья сегодня хочу вам показать как и крашу свои изделия в технике тай дай техника тай дай это аналогичная техника шибари просто в конце 60-х начало 70-х годов благодаря движению хиппи и и приименовали в технику тай дай дословно переводится завяжи и покрась я буду красить сегодня обычными украинскими универсальными красителями для тканей порошковыми красить можно разными красителями даже и специальные красители для той дай дроп я буду красить джинсы ой вернее джинсы бриджи хлопок я их перед окрашиванием постирала в соде кальцинированной и порошке поскольку это красители универсальные для ткани требуют добавление соли я их замочила на 20-30 минут в соли для окрашивания заморозила лед в ячейках и в тарелке потом в тарелке лед я побила молотком берем этот лед и вылаживаем его сверху нашего изделия для окрашивания использую решетку у меня их несколько в данный момент мне для ледовой техники окрашивания тай дай подходит вот такая решетка эта решетка от вентилятора нерабочего так что берите на вооружение вылаживаем лед на поверхность вашего изделия как завязать ваше изделие или сложить и вы решаете сами можете завязать узелками можете скрутить и можете намотать на что-то тут уже как как вы хотите как вам нравится какие цветокраски использовать я буду использовать три цвета вы можете использовать хоть один цвет хоть десять тут уже то какие цвета вы любите какого какой цветовой гаммы изделия вы хотите это уже на ваше усмотрение у меня после медиум принта остался один цвет в жидком виде не пропадать же добру я решила им полить свое изделие сверху вы этого можете не делать то есть тут я просто что у меня осталась эта краска я ее решила использовать я поливаю как мне нравится теперь я беру красители порошки и просто сверху льда нас и насыпаю их в произвольном порядке тут тоже вы можете как вам нравится можете начинать от средины идти по спирали разными красителями можете квадратиком можете в линеечку но тут уже тоже как вам нравится но хотя эта техника как не насыпь будет красиво и будет эксклюзивно потому что покрасить второй раз так и повторить рисунок того как тает лед но это невозможно вы представляете и ваше изделие будет в единственном экземпляре плюс еще этой техники в том что вы можете перекрасить любое изделие светлое не обязательно белое главное светлое и дать ему новую жизнь опять же плюс сохраняем природу то есть изделие вам надоело вы уже хотели его выбросить пожалуйста покрасьте и она вам еще послужит не один год можно повторить окрашивание несколько раз то есть техника чудо ну вот я насыпала красители теперь если не жарко то лед тает может таять и целую ночь но поскольку сейчас лето жара я вынес вынес его на солнышко и она будет таять это два три часа что получится я вам покажу тонуть 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 и фарбуете вот такой результат очень симпатичные получились бриджики еще некоторые мои работы в этой технике техника очень интересная увлекательная на днях сниму для вас видео видео как красить ледовым тай-дай акриловыми красителями для тканей не пропустите и как говорят подписывайтесь на мой канал инстаграм фейсбук ставьте лайки до встречи всех тем а